Государственного совета Петергофа, Павловска, Царского села, Гатчины Те ценности, которые они успели вывести за Урал И хранители музея бережно их охраняли, проветривали В общем, это все находилось в подвалах Исааковского собора Ну понятно, что подвал не отапливался И берегли как могли Даже с детьми хранители здесь провели блокадные дни Но не все остались живы Потому что в городе был голод Это была блокада и 125 грамм хлеба на одного человека Это, конечно же, очень-очень мало У нас есть музей блокадного Ленинграда Посвященный городу в годы Великой Отечественной войны Вот мы сейчас проезжаем бульвар И он ведет в сторону площади Труда Это и есть Конно-Гвардейский бульвар Бульвар, который был засыпан Не бульвар был засыпан, а канал был засыпан По которому сплавлялся лед в сторону Новой Голландии Новая Голландия – это остров С левой стороны здание, соединенное арками Это здание Сената и Сенота Это еще один архитектурный ансамбль Карла Ивановича Росси Сюда переехал Конституционный суд из Москвы уже как несколько лет Ну и здесь законы, которые принимаются в вашей стране С правой стороны памятник основателя нашего города Петру Первому Воспетый в поэме медный всадник Александра Сергеевича Пушкина Здание Адмиралтейства с правой стороны Комплекс зданий И в Петровские времена Именно отсюда Со стапелей спускались первые парусные суда Построенные собственноручно самим Петром Первым А с левой стороны мы видим памятник Петру Первому Петр Первый, плотник Этот памятник был подарен в наше сегодняшнее время Королевцам Нидерланды На сегодняшний день здание Адмиралтейства Размещается Весь руководство военно-морского флота И с 2015 года Санкт-Петербург объявлен морской столицей нашей страны Дворцовый мост слева Вид на Петропавловскую крепость с золоченым шпилем И с маленьким корабликом флюгером Ангел, который охраняет наш город А мы на Дворцовую набережную переезжаем И проедем уже мимо Зимнего дворца Мимо Эрмитажа Это все комплекс зданий Который включает в себя музей мирового значения Под названием Эрмитаж Именно здесь, рядом с Зимним дворцом Екатерина II В малом Эрмитаже Здание изумрудного цвета Размещает коллекцию Которая была выкуплена в Европе За долги У купца Гацковского 225 картин Именно они и послужили началом И основой той коллекции Для Эрмитажа Малый Эрмитаж Малый Эрмитаж Продолжение следует... Продолжение следует... Это картины Богоматери, написанные самим Леонардо да Винчи. Название этих картин, Мадонна Литте и Мадонна Бенуа, это те люди, которые владели этими картинами и подарили в дар Эрмитажу. Поэтому их по-прежнему и называют Мадонна Литте и Мадонна Бенуа. Это в зале итальянской живописи. Но если взять во внимание, что в картины эпохи Возрождения Леонардо да Винчи всего насчитывается 14 в мире, и две из них находятся в Эрмитаже, это дорого стоит. Это коллекция итальянской живописи, знаменитые голландцы, фламандцы, ну и прикладное искусство. В Эрмитаже зарубежная живопись, все те шедевры мирового значения, а в русском музее русская живопись. Мы проезжаем мостик, Эрмитажный, Зимняя канавка. С правой стороны дверь вы видите, и это дверь в музей Петра Первого. На этом месте был старый дворец Петровский. Его перестраивали, и здание использовали, ну как бы футляр в футляре. Сохранилось лишь несколько окон вдоль Зимней канавки старого Петровского Эрмитажа. Их можно увидеть, прогуливаясь в этой стороне, это та историческая часть города. Связанная именно с Петром Первым. Петропавловская крепость, которую вы видите с левой стороны, это огромный музейный комплекс, где открыты несколько музеев, и познакомиться с Петропавловской крепостью, ну, можно целый день ходить. Это и монетный двор, это и усыпальница, собор Петра и Павла, это политическая тюрьма, казематы одиночные, где и Лень, и Александр Ульянов был, и Горький, и Книжна Тараканова. Музей истории города, и, конечно же, один из последних памятников, который появился в Петербурге, Михаила Шемякина, Петр Первый в кресле сидит. И многие утверждают, что, и специалисты говорят, что памятник отснят с повсмертной маски Петра Первого. И, конечно, маленькая голова, огромные щеблеты, но размер ноги у Петра Первого был небольшой, 37-й размер при его росте, 2,04. Вы можете себе представить, нога 37-го размера. Ну, и, конечно же, платья, которые хранятся, например, во дворце Марли в Петергофе. Вот только дворец Марли, не могу утверждать, что он сейчас открыт. Там есть платье с плеч Петра Первого, называется Японча. И плечики там такие маленькие-маленькие в этом платье. Ну, и платье ручной работы. Конечно же, человек, который строил город, у которого планы были очень большие, и Петербург становится столицей. А замысел строительства города наравне с европейскими городами, повторение Амстердама. Тот город, который больше всего был любим Петру Первому, именно Голландия. В Голландии широкие улицы, большие проспекты, главная перспектива города. И если вы еще раз приедете в Петербург, то от Адмиралтейства намечены трезубец Яробкина. Это значит, три луча, которые расходятся от Адмиралтейства. Один из проспектов Невский проспект, затем Восьмисенская улица и Гороховая улица. И Робкин был обвинен, это один из первых архитекторов города, он был обвинен в заговоре против Берона при Анне Иоанновне, ну и казнен. Ну а мы поворачиваем направо, и перед вами открывается вид на знаменитый дворец, название которого Мраморный дворец. Его еще называют Дворец Благодарностей. Екатерина II благодарила Григория Орлова за поддержку в государственном перевороте. Заказ выполнял в Европе дворный архитектор Антонио Ринальди. Единственный случай в мировой практике, когда архитектор надорвался на работах в России, он упал с весу и повредил спину себе, не мог передвигаться. Уезжает к себе домой на родину, в Италию, и Екатерина II пожизненно ему будет платить пенсию до конца дней. Улица, по которой мы движемся, называется Миллионная. Она начинается от Дворцовой площади, и здесь рядом с Зимним дворцом селились самые богатые петербуржцы, начиная с Петровских времен. Во дворике мраморного дворца, смотрю внутрь за решетку, вы там можете видеть памятник государю Александру Третьему. Царь, которого называют царь миротворец, это отец Николая II. Памятник, который вы видите, государь на коне, в Папахе, он украшал Знаменскую площадь. Это площадь перед московским вокзалом. На месте павильона метро «Восстание» находилась Знаменская церковь, и площадь называлась Знаменская. И посреди площади был установлен памятник, это в 1907 году. Но так получилось, что когда пришли к власти советы, памятник был упразднен, и его перенесли сюда, во дворик мраморного садика. А спустя некоторое время, уже после войны, место памятника занял обелиск, посвященный 35-летию Победы, обелиск Алымова. И когда вы выходите из здания Московского вокзала, то перед собой вы видите этот обелиск. Его еще объезжает многие, ну весь транспорт наземный, который идет в сторону Александра Невской лавры, или с обратной стороны, в сторону по Невскому проспекту. А памятник государю Александру Третьему был перенесен сюда. Это именно его слова, которые и сегодня актуальны. У России могут быть только два союзника, ее армия и флот. Государь умирал тяжело, умирал в Ливадии. И мы с вами вспоминали сегодня о том, что когда его отец Александр II на Екатерининском канале получил смертельное ранение, и ему оторвало ноги, то пожертвование на строительство храма, которое было объявлено государем Александром Третьим, в общем, пожертвование давала вся страна. Александр Третий забирает всю семью и уезжает в Гатчину. И там семья живет, в этом дальнем пригороде, практически без выезда. А многочисленные министры будут каждый день трястись в экипаже и приезжать с докладом к государю Александру Третьему. Именно его правление назовут тем мирным временем, когда не велось ни одной войны. Государь-миротворец. Но однажды в 1888 году, в 1898 году, семья царская возвращалась из Крыма. И нарушив все те требования, которые нужно было выполнить, поезд превысил скорость. Многие торопились. И хотя Столыпин, тогда министр транспорта железной дороги, он сначала станет министром, а тогда он был просто одним из инженеров железной дороги. Он предупреждал государя, что участок, по которому движется поезд, в общем, скорость превышать нельзя. Что это, в общем, может осложнить путь и вообще жизнь всем. Но к его мнению никто не прислушался. И когда на участке, вблизи Харькова, станция Борки, поезд превысив скорость, сошел с рельс, то произошло крушение. Государь, царская семья тогда находилась в вагоне-ресторане. И первые вагоны они сошли с рельс, а сам вагон-ресторан, он был очень-очень искорежен. Одну из дочерей Александра Третьего вообще выбросила из окна. А чтобы дать возможность выйти членам семьи, государь на своих плечах, он был такого могучего роста, держал на своих плечах крышу вагона-ресторана. И все смогли выйти. Были жертвы, и люди погибли. Но вся царская семья осталась жива. И вот после этого случая, 1882 год это был, и вся царская семья осталась жива, но государь подорвал здоровье. Там впоследствии будет памятник и часовня построена уже в наше сегодняшнее время. А так как у государя были больные почки, в общем, он начал потихоньку практически увядать. И уже в 96-м году, вот уехав в Ливадию, доктора сказали, что надо к морю, что государь должен поправиться. Но иногда там в Ливадии он и умирает. А в это время Николай II едет со своей невестой, Алекс едет в Россию. И уже из Ливадии они едут, в общем, сопровождая гроб государя Александра III сюда, через всю Россию. Каждый город выходил проститься с государем. И вот такое наследие достается именно Николаю II. Похоронен был государь в Петропавловской крепости. А вот матери Николая II и жене Александра III ей через Крым на английском корабле удалось покинуть Россию. Последние, в общем, свои годы она проведет в Дании. Она датская принцесса, принцесса Дагмара. И две сестры Николая II, они тоже, Ольга и Ксения, они покинут Россию. Удастся через Крым покинуть Россию. И вот Дагмара, она до последнего не верила в смерть своего сына Николая II, ну, всей его семьи. И ее последним желанием вообще в жизни было, чтобы когда ее не станет, останки ее перенесли в Петропавловскую крепость с рядом горячо любимым мужем. И уже в 90-е годы, в общем, ее мечта сбылась. Прах ее будет принесен из Дании, Петропавловскую крепость организованная. Ну, а мы с вами рядом с памятником генералистенцу Суворову. Суворов в образе бога войны Марса, Марс бог войны. И этот памятник во время Великой Отечественной войны ни на один день не закрывали никакими одеждами, никакими ящиками. Ну, закрывали во время блокады и памятник Петру I. Многие памятники укрывали. Например, в зимнее время в летнем саду специальными одеждами, холщовыми укрывают все скульптуры, а потом одевают деревянные ящики. А вот что касается памятника Суворову, то его никогда не закрывали, даже во время войны. И ополчение, солдаты, жители города, которые уходили на защиту Ленинграда, они отдавали знак почести и давали клятву о защите Ленинграда. Именно Суворову они отдавали честь защиты города. Ну вот, мы покидаем центральную часть города, выходим на Троицкий мост, Петропавловка с левой стороны, а мы повернем направо и поедем по Петровской набережной. Мимо вот этого красивого корабля, это корабль, выполнен уже в наше сегодняшнее время, но напоминает те первые корабли голландские, которые начали торговлю с Россией в Петровские времена. И по легенде, которая дошла до наших дней, именно капитан этого корабля, такого же корабля голландского, сумел пройти все кордоны и вошел в Петербург. И именно капитана этого корабля Петр Первый щедро-щедро наградил. А тот в ответ ему и говорит, ну а чем же я смогу тебя отблагодарить за такие щедрые подарки? И Петр Первый ответил, отправляйся в Европу и расскажи, что на берегах Невы новый город под названием Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, столица России. И вот такой корабль занял место здесь, на Петровской набережной. Мимо часовни во имя живоначальной Троицы. И за серым забором впереди, за реставрационными одеждами и за высокими липами в глубине здание из красного кирпича. Это красные хоромцы. Красный кирпич – это футляр. Под футляром первая деревянная постройка нашего города – домик Петра. Там сейчас ведутся реставрационные работы. Это обыкновенный сруб, который солдаты Петра Первого срубили жилище для государя буквально за несколько дней. Красные хоромцы. А чтобы сохранить эту деревянную постройку, при Екатерине Второй одели в каменный футляр. Вот и получились красные хоромцы. А вот выворачиваем налево. И перед нами открывается вид на крейсер номер один. Крейсер «Аврора». Здесь сделали велосипедную дорожку. И поэтому остановка по ходу, как вы едете, здесь не разрешается. Но в самостоятельном порядке вы можете здесь побывать. Доехав до Финляндского вокзала. Финляндский вокзал у нас справа. Вот. И посетить крейсер. Крейсер прошел реставрацию в Кронштадте. И на вечной стоянке теперь напротив Нахимовского училища. Морское училище имени Петра Великого. В прошлом, а после Великой Отечественной войны, стало Нахимовское училище для тех детей, которые потеряли родителей, кормильцев в годы Великой Отечественной войны. С правой стороны Сапсоновский мост. Мы по нему и проедем с вами. Сапсоний Староприимец – это символ Петергофа, самый высокий фонтан в Петергофе. И одна из первых церквей православных, которая появилась в Петербурге, носит имя этого святого, святого Сапсона Староприимца. По легенде, дряхлый старик, победит в льва, превращается в молодого юношу. Ну а молодой юноша – это молодая Россия. Это Петр Первый. И первая церковь с таким названием появится в этой стороне. Церковь за нашей спиной, там в глубине, на территории церковного двора. Первые сподвижники Петра Первого похоронены. И один из старейших православных храмов, когда привозят святыни в наш город, их иногда выставляют в Исаакиевском соборе, а последние святыни выставляли здесь, в Сосонимском соборе. Ну а мы выходим на набережную, Выборгскую, и будем вяжать курс на Зеленогорск. Посмотрите, Аврора уже у нас с левой стороны. Нахимовское здание, Нахимовское училище напоминает мозг корабля Петровского времени. И мы с вами, нам бы выйти из города благополучно, и мы с вами держим курс на Зеленогорск. Впереди, с левой стороны, Петроградская сторона, и видна башня телецентра. Ее высота 300 метров, плюс 16 метров антенна. И мы движемся в обратный путь. Ну да, снова трубки. Ну вот нам где-то метров 500 тут вырваться отсюда, и дальше нам уже будет проще. Туэст из города затруднен. Туэст из города затруднен. Почтение. Поэтому так и важно выехать на Борис. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...